Девушки отдыхают, WFC League proud to present the main event of the evening. Three three-minute rounds of kickboxing K1 Rules Super Heavyweight Contest. Представляю вам судейский корпус. Супервайзор Владимир Шатченев, судьи у ринга at ringside free charges scoring this contest. Александр Бабин, Александр Масачев и Алим Кудаев. Ваш судья-хронометрист, your timekeeper, Павел Кузнецов. И с ударом гонга, ваш referee в ринге. И while the bell rings, your referee in charge, Юб Убеда, Нетерландс. Итак, дамы и господа на трибунах. Миллионы фанатов кикбоксинга во всем мире. В прямом эфире на телеканале Россия 2. Ахмар Файм Шоу! Дамы и господа, дамы и господа, и миллионы фанатов кикбоксинга во всем мире. Возвращаясь от спорткал Калесио Марина, Ахмар Файм Шоу! Ахмар Файм Шоу! Представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу. Introducing first fighting over the blue corner. Бойцу 30 лет. Его рост 194 сантиметра. Вес 120 килограмм. 30 years old. He stands 194 centimeters tall. Official weight 120 kilos. Его профессиональный рекорд. 43 боя. 36 побед. Включаем 18 побед нокаутом. Шесть поражений при одной ничьей. And his professional record. 43-pound. 36 victors, including 18 wins by win the count. Six defeats and one draw. Чемпион организации Super Combat в тяжелом весе. Чемпион World Grand Prix Super Combat. И K1 World Grand Prix runner-up. Финалист мирового Grand Prix K1 2012. Ladies and gentlemen, he is Super Combat heavyweight champion. Super Combat World Grand Prix heavyweight champion. And K1 World Grand Prix runner-up. Дамы и господа. I will say when IElaly represent Suriname and spire mr. Fame Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok там инструкции пойти ребята конечно ничего говорить давайте драться примерно это было под ракторе это конечно совершенно и понятно что вы так уже давно и прочно дружу с чинской республики и вполне понятно то что была возможность в том числе и сделать очень красивый поединок тем паче что лонд все таки знаете эта фигура это всегда неожиданно я например его не знал до этого боя сейчас заглянул его рекорд и вы знаете это серьезный сопер совсем не проходил из крайних поражений кому проиграл в загребе филиппович у нас был в тринадцатом году с 13 по 15 опа на ногдаун вот так вот все было вроде как и нормально в пятнадцатом году и как вы не успеете дочитать раз победа 2 победа бадар хари рычал что разбираться с ним будет недолго ну-ка ну-ка нежданчик такой поймал у нас золотой мальчик с вами в репертуаре комплекта в состоянии не было чеки способен границу любой момент джек длинный какие-то по через защиту и сейчас я думаю будет стараться прибирать ну его соперник сомнительного тракторе нет в адракаре понятно фигура всем известно лишний раз про него рассказывать особенно тренер чем очень многие люди включили телевизор для того что посмотреть на него побеждала многих в к 1 том числе не заре на заре булгер больше старая мере мало или любую еще много кто в том числе он выигрался к упору заранее правда наш потом даже к уверенному сейчас про разных соперник говорил от ли старый рим побеждал бадырхаре вы дмитрий сейчас говорит при высокой да 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 бадырхаре простите фигур там история длинная история за битву самедово легенде-то пожалуй был один из таких основных да пожалуйста вы просто война встречу ой навстречу что они не видят ой не видит лонг ничего для скорости конечно же принципиально разные и на первую очередь мышление он такой потерянный посмотреть немножко применение потерялся до почти сразу на дорогу выцепит выцелит и джебом просто но сначала сейчас расстреляет зарядил заднюю и вот сейчас понял что доживет ли до конца раунда 40 секунд здесь все зависит от бадырхаре будет он прибавлять или нет если прибавят у него уровень прям щас если не будет не захочет прибавлять то будут последующие раунда вот уж жесткий прямой ну грызается вполне себе ну а грызается но при этом больше по воздуху конечно хотелось бы увидеть более конкурентный поединок когда обоюдную борьбу и ну когда его сейчас было посадил то первым ударом это конечно было серьезно это было очень план вот до конца первого раунда даже смотрите на самом деле вот сейчас уровень подготовки понять посмотрите в каком состоянии на ходе алексей гнашова бадров не надо понимать нашел тогда уже практически в одну калитку ранить его не получилось много у кого не давать так алексей гнашов это по-моему единственный вообще спортсмен тяжелый весь к 1 который никогда не был вообще вот и бодрил туда не отправил что там такое наверно мокрый рейк 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 все нормально продолжают конечно принципиально разная скорость полностью дистанцию контролирует когда хочет держать складывает столько веса столько веса в ударами на ногами сейчас будет стараться долл но это получалось убирать людей коленями в том числе поэтому с которыми быть чуть-чуть повнимательнее хотя что он сам прекрасно понимает что ну вот такой тоже почему не пора навстречу посмотрите прямо в начало движения вписывается размашки ведет уже аккуратненько корпус голова сразу разорвать дистанцию чтобы не лизаться на вот эти вот нежданчики ухо болтка лежал к попаду что даже по моему жестко попал то колено то видимо колени действительно является его такой сильной стороной дистанции кадры его разбивает как хочет тр piel чайшок рада кличка как кого нету на ближнюю дистанцию выйти можно прихват колен вполне себе получается могу сказать что щас коленную щелку пока не успевает никак а вот коленями узнаем попал ей-е-е-е-е попал навстречу иногда он писали мы вернул должок то обратите внимание смотрите к 11 секундочку говорит он ничего не закончили поединке вот теперь-то а теперь с интрига дмитрий конечно еще как и есть отличный шанс тяжелый вес вот попытка коленом ровно заработать отпускает отпускает дает восстановиться бадру зря не зря сейчас покажет время оттуда оттуда нокдаун ну да бадр бывал бывал нокдауне и выиграл после этого для него ситуация не новая что 11 биться раскочегарился поединок то обратите внимание интереснее интереснее кто кому здесь первый сейчас еще попадет дополнительно смотрите как завелись за 30 секунд до конца второго раунда попытка еще раз коленом сработать вам он то справа попал очень размашиста бадр бьет конечно серьезно точнее но пролетел же тут правый удар конечно еще попадает слева сейчас он попал слева не такой сильный хорошо на корпус а вот сейчас опять ох опасно ох опасно опасно и апперкот в апперкот зашел по корпусу да нет времени по корпусу работать надо работать по голове бадр молодец сейчас идет клинчеваться и под концовку показал себя то есть вернул утреку в поединок вроде бы там дематома это серьезно я думаю справа в челюсть и уронил и уронил хороший удар попавший бубах и вот здесь снова начался спонтриги поиска вы соперники и вот собственно вот этот вот удар раунда получилось ровно тоже в разрез под руку правой что здесь все равно один один по нокдауну доставленного дауны бадра в первом так что преимущество общем в концовке то он не упал бадр понятно что сейчас имеет преимущество но сейчас он будет чуть уже видеть там гематома мог левым глазом очень серьезно уже нанялась посмотрим вот действительно все может решиться в этом раунде да собственно и решится что-то в том или ином случае штритера первый раунд был однозначен второй очень интересен и вот сейчас конечно бой вечера в вечер и вот она вот она интрига вот она интрига да и оба поняли что могут друг друга друг другу создать серьезные неприятности с хорошими такими последствиями включая сейчас он в руках них оружие да посадил и еще раз посадил должен судья считает станет терпеливый трепеливый что есть а 3 х 3 нагдала простить да 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 и просите до 3 нагдауна вопрос закрыт даже подзаду за течением данного поединка ну с другой стороны а что спорить надо было раньше потому что упал от джек ну да там выка была ну так его никого разница конечно небольшая радость ему это немного прибавит на самом деле на самом деле на самом деле вот все-таки ожидалось наверное чуть-чуть по-другому хотя и показал себя показал себя но для него этот нокдаун когда мы справа боковой попал был абсолютно 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 если бы он его не вернул этот самый нокдаун втором раунде у него был шанс сгореть а тут право прямой право прямой здесь мы устоять ты не смогу позвинить и не скажешь что поскользнулся бах ну а ну а как ты хотел дорогой водра вышел кстати по кондициям готова очень хочу хочу в том числе и рефери поединка юб убеда остановил бой через 33 секунды третьего раунда лейза челленд your referee charge you убеда стопс of these contacts in the 33 seconds of round number three техническим нокаутом победа одержал and your winner by tactical нокаут бадар бадрахаре с победой с победой украсили конечные поединки данные бойцовский вечер и на этом угрозной битвы все большой спрос с нами для вас работали комментатор телеканала россия дурцов и мой коллега мастер-спорт международного класса вец-президент федерации